Мы в Ханты-Мансийске, административном центре Югры. И сегодня я сделаю обзор на горнолыжный комплекс, который находится прямо в черте города. Дам пару полезных советов в карвинге, и мы заскочим в центр зимних видов спорта, чтобы мне дали пострелять из винтовки. Ну и, наверное, сделаем обзор на этот город, раз уж я сюда прилетел. Let's go! Мы находимся в главном здании горнолыжки. Сделано оно в формате шатра. Это реально здоровенный шатер. Мне это напоминает шатры, которые устанавливали во время Олимпиады. Самое главное, что здесь тепло. Вот, посмотрите, здесь есть лавочки, чтобы можно было переодеться, сесть. И панорамные окна, чтобы можно было смотреть на склон. Как там кто катается, кто-то катается на катке. Что еще здесь есть? Какие-то колонки, телевизор. Солнце! Монако! Теперь это нет. Потом кафе-эха, где есть хот-доги, бургеры, кофе. Что еще здесь есть? Есть прокат. Давайте посмотрим. В прокате есть лыжи, есть сноуборды. В принципе, все, что вам нужно для того, чтобы катнуть на этой горнолыжке. Настало время купить скипасы. Здравствуйте! О, так, обзорная поездка. А мы хотим на сноубордах покататься? Сколько это стоит? 350 рублей в часик. Нам, пожалуйста, тогда два скипаса на два часа. Итак, ребят, для взрослых получается один час катания 350 рублей. Два часа, это 500 рублей. И сказали, что здесь есть сезонное или пакетное предложение. Это 100 спусков за 4,5 тысячи. Это получается один спуск 45 рублей. Ребятушки, каток. Пока что его никто не затестил сегодня. Вон там, видимо, аренда коньков. И вот такой вот здоровенный каточек. Что еще у нас есть? Беседки. Видимо, для летнего отдыха шашлычки пожарить на природе, посидеть, покайфовать. Видимо, вот в этих юртах тоже готовят какую-то еду. То ли кафе, то ли просто их тоже можно арендовать. И я вижу тюбинг. В принципе, хорошее дополнение. На горнолыжке детей туда сдали. Они балдеют, кайфуют. Интересно, вот этот склон посередине вообще никак не задействован. Я вот смотрю на него, такой прикольный склончик, да? Может быть, сноупарк там разместить? Ну, хотя бы что-нибудь. Пожалуйста. Бэбилифтик пустить туда наверх. И можно вот кайфовать. Как будто здесь что-то было раньше, и я не понимаю, что. Мы находимся на горнолыжке Хвойный Урман. Прямо в центре города Ханты-Мансийск. Сзади меня здоровенный подъемник. Гондольный и кресельный. Трассы идеально отротраченные. Которые мы обязательно сегодня протестим. Здесь большущий центральный подъемник, гондольный и кресельный. Длина подъемника 980 метров, но при этом склон около 450 метров. Какая-то загадка. Почему такой длинный подъемник, но склон в два раза меньше? Непонятно пока что. При этом перепад высот 120 метров. Мы поднялись наверх. Оказывается, стадион футбольный. Он находится прямо вот здесь в 100 метрах. Посмотрите, какая здоровая махина. Мне кажется, я разгадал, почему канатная дорога 900 метров, а спуск 400. Все потому, что канатка уходит дальше до биатлонного комплекса. То есть она прям соединяет и горнолыжку, и биатлонный комплекс. Вон он там, виднеются крыши. Сразу можно понять, насколько курорт заботится о своих посетителях. Лавка наверху. Чтобы вы не только могли застегнуть крепление с кайфом, но и полюбоваться видами на город и посидеть покайфовать. Ну что, на самом деле, здесь как будто бы одна трасса, которая разделена на две части. Слева для спортиков, справа для обычных пизлиц. Посмотрите, какая ровная трасса. Шикарно отротраченная. Для карвинга вообще в самый раз. Ребят, если вы хотите научиться делать резанные повороты, вот вам нужны именно такие трассы, широкие и классно отротраченные, с не сильным уклоном. И, кстати, дальше я покажу вам три упражнения, чтобы лучше научиться карвить. Продолжение следует... Интенсивный спуск, особенно средняя часть имеет такой довольно сильный уклончик. Ускоряет прям, будь здоров. Если у вас доска неподходящая, канты не наточены, в карвинге там ехать сложно. Но для тренировок салоломистов, мне кажется, прям шикарный отрезок. Да, смотрите, такие кабиночки, бутовки для спортсменов. Здесь располагают спортивные школы, горные лыжи, сноуборд. Вот я вижу раздевалка. Здесь склад инвентаря. Все довольно простенько. В целом, у меня в Новосибирске вот практически так же все выглядит. Спортсмены приходят, переодеваются, все. И быстро на гору, на тренировку. Только что вспомнил про своего брата и сестру. Но на самом деле у нас просто одинаковые фамилии. Это Соболев Андрей и Соболева Наталья. Это сноубордисты, которые выступают за ханты Мансийск. Причем Соболев Андрей, меня постоянно с ним путают. Меня поздравляют очень часто. Типа, Леха, поздравляю, ты выиграл очередной кубок мира. Потому что подписывают Соболев А. Андрей выступает в дисциплинах с лалом, с лалом гигант. Выигрывает кубки мира. Я не знаю, еще 5 мира он выигрывал или нет. Но кубки мира просто валил вообще. Очень мощный сноубордист сборной России. И Соболева Наталья, тоже сноубордистка, которая выступает за ханты Мансийск. Тоже показывает высокие результаты. Соболи просто заполонили это место. Итак, мы приехали в Архиопарк. Мне посоветовали сюда заглянуть. Почему? Потому что здоровенные железные мамонты стоят посреди города. Я думаю, ребята, вам зачем это? Зачем вы их сюда притащили? Зачем вы сделали? И мне конкретно сказали, что в этом округе были раскопки и нашли останки древних мамонтов. Посмотрите, какая здоровенная махина. Знаете, почему он такой здоровый? Потому что их восстановили в реальную величину, как они были здесь, ходили. Можно сейчас представить, как будто вы на прогулке со своим домашним мамонтом. Одели ошейник и гуляете с ним тут по местным регионам. Помимо мамонтов, нашли здесь еще саблезубых тигров, буйволов и еще нескольких животных, которые здесь также есть в формате скульптур. Грустные носороги. Такое ощущение, что с ними никто не играет, потому что они маленькие. Видите их? Грустные глаза. О! Знаете, на кого похожи эти носороги? На мопсов! Мы посмотрели уже мамонтов, саблезубых тигров, каких-то буйволов, волков, медведей. Но! Мой фаворит среди всех животных этого места это он. Это бомбион! Саша! Здоровенный бомбион! 100 метров от археопарка я смотрю здоровенное здание. Что это такое? Мне ребята подсказывают, что это хоккейная арена Югра. 5,5 тысяч зрительских мест. Там постоянно проводится хоккей, фигурное катание, какие-то мероприятия. Ребята, 100 тысяч город, население, ну чуть больше. Посмотрите, что здесь вообще построили. И это еще не все. Потому что здесь еще есть биатлонный комплекс, горнолыжный комплекс, что еще? Бассейны, теннис. Ну неужели, если керлинг есть, то я вообще не знаю, ребята. Что за чемпионы должны вообще быть и рождаться в этом городе по всем видам спорта? Судя по антуражу, вы поняли, что мы приехали в центр зимних видов спорта. Мне дали беговые лыжи, дали палки. Чего-то тут не хватает. Нам не хватает мощного ружья. Посмотрим, получится ли у меня попасть хоть в одну мишень на этом стадионе. Мне кажется, я ношу лыжи как конченый нубас. Потому что я не понимаю, они выстреливают у меня из рук. Так, никто не видел. О, ребята, мы пришли на стрельбище. Охренеть! Ну наконец-то, ребята, мы дождались. Вот эта волонна, нифига, она тяжелая. Голову не загибаешь, она примерно вот так. Сейчас я открою первое кольцо. Это вот у тебя воздушное пространство, кольцо его называют. Которое мы смотрим мушку, оно должно все примерно быть одинаковое. И вот 22-я остановка у нас сейчас отбираем. я 23-ю. Вот, 22-ю ты нашел? Да, да, да. Можешь любую мишень пока прицеливать. Так, а я должен в варежках, наверное, снять их? Я думаю, лучше снять тебе. Все, на себя открыл. Я тебе вставляю уже, соответственно, в боевый магазин с патронами. Да, хорошо. Все, теперь ты досылаешь в магазин туда. Все, затвор. Все, у тебя боевой патрон. Ого. Тут нельзя ничего лишнего сделать. Все. Вот, первое попадание. Да. Затвор на себя. Ага. Красота. Ты мастер? Ребята, пять попаданий из пяти. А, так это я с упора стрелял. Лошара, блин. Я-то думал, я красавчик. Все понятно. Сколько стоит винтовка, кстати? Оружие стоит почти миллион. Что? Вот это, да, оружие стоит почти миллион. Плюс еще изготовка ложи под каждого спортсмена. Тоже индивидуально, до 100 тысяч рублей. Ребята, посмотрите на винтовку. Тут даже есть стикеры, как скины, короче, в Counter-Strike. Наклеечки там все четенько. Эту ручку вот сюда. Вот теперь тебе придется ее удерживать. Уже вот этой рукой. Да. Давай, попробуй пока сначала 22-й щит у нас. Ага. Попробуй пока холостым. Это сделать все без патрона. То же самое, так же подвести. Ага. Пытает? Вообще, да. А представь с пульса спортсмены как бегут. Слушай, это вообще мне кажется просто. Да, я понял. Я просто тут на это лежу, отдыхаю. Тут уже сложнее. Да, короче, если вы едете на лыжах, у вас просто пуль зашкаливает. Вы приезжаете сюда, у вас винтовка вот так просто гуляет на какой-то дискотеке. Вы пытаетесь еще себя успокоить и еще у вас локоть непонятно куда пляшет. То есть, короче, это сложно. Хорошо. Это случайность. Ура. Хорош. Красота. На самом деле, мне просто попался хороший скин. К сожалению, нельзя обычным физлицам ну, так прийти просто на биатлон и с ружьем взять и начать стрелять. Нужна документация, чтобы вам разрешили это сделать, чтобы под присмотром это было. Довольно это проблематично. Но это жутко интересно. Вот. Прямо почувствовал себя, как вот по телевизору мы видим соревнования биатлонистов. Я попал пять мишеней из пяти. И с подкладом, и без подклада. Вот. Но я вижу, как ребята стреляют. То есть, они бам перезарядили, бам перезарядили. То есть, у них скорость стрельбы, она намного быстрее, чем у меня. Если вы занимаетесь биатлоном, особенно если вы парни, четко потренировались пару лет, приглашайте девчонку в парк развлечений, идете, ищете самую большую игрушку плюшевую, приходите, шмаляете по всем мишеням. Вот. Один из главных профитов, если вы занимаетесь биатлоном. Так что, ребята, которые еще не занимаются, подумайте, здесь очень большие есть преимущества этого, очень большие плюсы. Меня зовут Владислав. Я являюсь судьей спортивным. Насколько просто можно вот обычному человеку, там, ребенку или подростку, увидел он по телевизору соревнования, видит, как наши побеждают такой, блин, хочу так же. Насколько ему просто легко попасть. Какие проблемы приходят в спортивную школу, записываются, если соответствует его здоровье в первую очередь. Так. И возраст с 9 лет. А сколько стоит вообще, вот если ребенка отдать там? Ну, дорогой вид спорта. Дорогой вид спорта. Все равно родители должны постепенно как бы там покупать. Сначала лыжи. Естественно, на плечи родителей очень много ложится. Винтовка, я понимаю, прям дорогая, скорее всего. Пара лыж сейчас хороших 100 тысяч. Офигеть! Идем протестим гондольный подъемник. Хорошие гондолы, в принципе, как и на всех больших горнолыжках. Уютные, удобные, но здесь на них мало кто катает. Сейчас протестируем вторую трассу для спортсменов. Судя по стартовым воротам, спортсмены здесь на постоянке занимаются. И тренируются. У меня, к сожалению, не самый подходящий сноуборд для слалома, потому что здесь большой рокер на носу и доска прям, ну, довольно плоховато цепляется за снег. Три, два, один! Егорский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль на Кубке мира. Накануне швейцарском Скоуле прошел очередной этап соревнований. В составе сборной России выступали спортсмены из Ханты-Мансийска Андрей и Наталья Соболевы. По итогам заезда в параллельном слаломе-гиганте среди мужчин не было равных нашему сноубордисту. Отмечу, что Андрей Соболев второй год подряд становится лучшим на швейцарском склоне. Мы опять поднялись наверх горы и сейчас самое время дать вам пару советов для карвинга. Советы будут чуть-чуть для более продвинутых ребят, чтобы ваши поворотики были агрессивнее. Нам в руки попался идеальный тренажер, который нам будет помогать в том, чтобы я вам продемонстрировал как нужно работать телом в поворотах. Сейчас я чуть-чуть дам вводную информацию относительно ангуляции. Когда мы делаем просто повороты с заклонами на маленькой скорости, на пологом уклончике все супер. Но если уклон становится сильнее, надо уже подключать ангуляцию, чтобы у нас угол закантовки увеличивался. Вот, допустим, лавочка. Еду я на переднем канте. Если вы будете приседать в коленях перпендикулярно в сноуборд, смотрите, угол закантовки не меняется. То есть, видите, я колени сгибаю, угол закантовки не меняется. Нам необходимо наши бедра направлять чуть внутрь. То есть, мы приседаем в коленях и бедрами помогаем себе. То есть, я не просто сгибаю колени, а бедра направляю внутрь поворота. И тогда угол закантовки увеличивается. Смотрите, я сейчас буду делать просто заклоны без ангуляции. заклоны без ангуляции на более-менее пологом склоне это можно. Только угол склона увеличивается, да, надо подключать ангуляцию, чтобы угол закантовки увеличился, доска лучше врезалась в склон. Второй совет, ребят, чтобы ангуляцию свою прокачать. У нас есть два упражнения. Когда мы едем на переднем канте, мы стараемся передней рукой достать до переднего крепления. Когда мы едем на заднем канте, нам нужно задней рукой коснуться колено задней ноги. Вот такие два упражнения. передний кант, задний кант, передний кант, задний кант. Они помогут вам натренировать ангуляцию, чтобы у вас были более качественные агрессивные повороты, чтобы угол закантовки был больше. Третий совет, который могу дать, это настройка крепления. Если у вас крепление стоит 15-15, в такой стойке можно карлить, если у вас широкая доска, вам будет сложнее разворачивать бедра чуть-чуть в повороте, когда вы делаете ангуляцию. То есть, когда у вас, например, задняя нога хотя бы минус 3, передняя нога плюс 21, вот, вам проще бедра чуть развернуть и делать ангуляцию в одну и в другую сторону. вам будет проще уходить тазом внутрь поворота, давить как раз таким. Если у вас будет стойка, ну, duck stance, чаще использую для катания в парке, вам будет это сделать сложнее. Ну что, ребят, получилось выловить местного райдера и сейчас буду задавать ему вопросы. Он расскажет про то, как здесь обстоят дела со сноубордингом и с горными лыжами? Всем привет, меня зовут Самсонов Алексей, я живу в городе Хантамансиск, работаю в Газпром Нефтьхантас и катаюсь на местной горе. Кайф, скажи, пожалуйста, чем тебе нравится горнолыжка, какие ее очевидные плюсы, минусы есть, какие можешь выделить? Один из первых плюсов, это однозначно доступность и расположение горы, она находится непосредственно в черте города, то есть от моего дома, где я непосредственно проживаю, я сюда добираюсь минут за 10. Пешком? Нет, на такси. Здесь не скучно, она горает, не надоедает. Ну а по поводу минусов, что можешь сказать? Все мы знаем, что мы находимся в Сибири, здесь периодически у нас температура опускается ниже 30 градусов, проблемно кататься, то есть надо утепляться, и катание не приносит такого удовольствия, поэтому в лютые морозы приходится выдерживать паузу. Но с другой стороны, сколько здесь длится сезон, до какого числа? Обычный. Надо отметить, что сезон здесь длится у нас, он начинается в начале, ну даже в середине ноября, то есть 10-15 число, это традиционное открытие склона. Закрываем сезон мы также здесь на этой горе, это середина апреля. То есть мы сейчас стоим даже вот на том месте, где в апреле у нас проводится там красочный фестиваль по закрытию. Здесь находится у нас бассейн, и мы спускаемся по бассейну и закрываем сезон. У нас будет вопрос, кого больше здесь, в Ханты-Мансийске, лыжников или сноубордистов? Сноубордистов. Я просто только что вернулся с Европы. Если вы катаетесь во Франции, то там сноубордистов, мне кажется, 3 или 2% на склоне. Все остальные лыжники. Так что Ханты-Мансийск в этом выиграл. Кайф. Насколько я знаю, здесь сейчас паралимпийские соревнования какие-то проводятся. По ней выделена правая часть горы, здесь будет спуск. Да, то есть это уже сейчас тренировки? Да, идут у них тренировки. Финальный вопрос касаемо спорта в Ханты-Мансийске. Какую оценку ты можешь дать? В Ханты-Мансийске я даю однозначно твердую пятерку, потому что у нас в городе в плане спорта очень доступный спорт, спорт разнообразный. Для любой категории людей здесь все делается в плане поддержки и развития спорта. В целом трассы здесь широкие, подготовка хорошая, ратрачат просто идеально. Но не зря здесь спортсмены тренируются на постоянной основе. Для того, чтобы научиться базовым поворотам для новичков, для того, чтобы научиться карвингу хорошему, качественному, этой горы достаточно. Флет-фристайл тоже. Наверху часть и внизу часть плюс-минус пологая, она в целом подходит для этого. Остается только фристайл которого здесь к сожалению нет ни трамплинчика, ни перилочки, а очень хотелось бы, чтобы как-то разнообразить катание. Потому что склон не супер длинный, вы его быстро пролетаете и надоедает отчасти такое катание. Научитесь вы карвить, научитесь базовым поворотом флет-фристайлу, уже захочется что-то поинтереснее. Фрирайда к сожалению здесь нет, выпадает здесь много снега, но пока что рельефа для фрирайда здесь я особо не наблюдаю, слишком плотный снег, так что не хватает только сноупарка. Добро пожаловать в этнографический музей под открытым небом Торума, в переводе с мансийского языка означает священная земля. Торум это имя бога, Маа это земля, то есть земля бога. Экспозиция расположилась на одном из семи холмов города Хантамансийска. Печка для хлеба делается она с природного материала, такими печками до сих пор пользуются люди. По праздникам можно попробовать хлеб вот из такой печи получается очень вкусный, очень сытный. Раньше коренные жители вот жили в подобных домах в летних стойбищах по каждому бревну, по каждой дощечке перевезли сюда в Хантамансийск из Нижневартовского района. Аккуратно голову. Комнат нету и дом делили условно на две половины. Мужская половина, правая вот где-то сейчас стоишь. Ого, это центральный угол отводился для пожилых людей, для маленьких детей. Сколько здесь человек вмещается? Ну, раньше семьи были большие, в одной семье могло быть до 12 детей. Это 12 человек здесь просто штабелями? Да. Блин, ребята, тут такая огромная территория. Сколько футбольных полей? Наверное, полей 15, не знаю, не могу сказать. Примерно 15 футбольных полей леса, и я так понял, здесь летом собирают грибы? Да, некоторые люди приходят собирают здесь грибы. Срочно вызываем сюда Дениса Доропеева Вова Ветра для теста новых лыж. Такого точно они не делали. Расставочка в принципе неплохая для соболя Алексеева, она прям в самый раз. Дальше у нас представлены ловушки давящего характера на разных животных, на лисицу, на росомаху, на соболя. О, на соболя. Нам нужна ловушка на соболя. покажу. Вот, почему давящего образом соболь по этой жердочке поднимается. Да, здесь устанавливается рычажок, на конце которого приманка. Вот, он пытаясь дотянуться до этой приманки, нажимает на рычажок, его придавливает. Марилов Михаил, член сборной России по юниорской команде. Что самое важное в биатлоне? Быстро бегать или точнее стрелять? Вот, что бы ты выбрал? Нельзя сказать оба важных с точки зрения тактики и стратегии. как ты думаешь? Ну, в этом году побеждал 100% скорость. Скорость? Да, по передвижению именно. Интересно. Тактический и скоростное передвижение по трассе это просто не знаю, воскатительный вверх всего. Но это во-первых. А во-вторых, это же все равно биатлон, это не лыжные гонки. Тут главное попадает еще. Тут еще один главный вопрос. Хватает ли денег? То есть сколько в этом виде спорта денег? Даже вот с твоими достижениями 21 год. У нас полное обеспечение в принципе. Вкладываешь что-то? Да, вот у нас есть как зарплата, так и стипендия, но и еще при этом полное обеспечение. То есть у нас команда ХМАУ полностью обеспечивает и экипировка, и питание, и проживание, то есть все перелеты. Сборы это понятно. Все вот это есть. То есть хватает достаточно? Призовые есть. Призовые есть, тебе отчисления получается от региона дают, от Москвы? Да, но там получается как прошел старт, мы заполнили бумажки, и вот все этот приходит потом призовые через некоторое время. Получилось сейчас что-нибудь отложить, там, не знаю, квартиру может ты купил в 21 год. Я еще пока ничего не покупал, но я откладываю постепенно. Откладываешь? Хорошо, хорошо, ребята, мотайте себе на ус. Тут надо расслабляться. Красота. Досылаем. хорошо. Вот вы со стороны видите, а у меня там ружье вот так гуляет, просто я пытаюсь выловить эти мишени, но для первого раза я ставлю пять. Не каждый еще может попасть. Ребят, мне объяснили, как носить эти беговые лыжи, их нужно вместе соединить и вот так ходишь. То есть они должны быть ровненько вот так соединены. У меня руки не с того места растут. В общем так. Раз, два, два. Мне дали первое задание попробовать сделать конек, коньковый бег. Упираюсь и... Я думал, что это прям как конты на горных лыжах, а тут вообще контов нет. Ладно, давайте еще раз пробуем. Я реально думал, что это проще простого, потому что я боюсь сейчас надевать лыжные палки, потому что меня скручивает вообще на приземлении. Блин, что-то не то делаю, да? Я понял, ребят, что по свободной трассе мне пока кататься рано, и я могу катать только по этой колее. Самый главный вопрос, кто делает эту лыжню? Что за безумные лыжники, которые приходят в 6 утра и начинают накатывать настолько идеальную вот эту лыжню? Я всегда поражался, откуда она берется? На самом деле, есть специальный ратрак, который проезжается один раз и оставляет за собой вот эту лыжню. Катит классно! Тут какая-то техника же тоже специальная должна быть. Закончилась лыжня, ребята! Мы во фрирайд едем, все! Нормальный там дропчик. Дайте мне беговые лыжи, дайте мне ледянку, дайте мне коньки. Мы все равно окажемся во фрирайде. Это неизбежно. Боже, как это выглядит со стороны ужасно! интуитивно я понимаю толкаюсь левой толкаюсь правой. Вот так выглядит человек, который хотел купить горные лыжи, но ему хватило денег только на беговые. Знаете почему? Потому что он не знает мой промокод в магазин Кант, который дает скидку в офлайн и онлайн магазинах. Промокод ищите в описании, а вообще лучше выбирайте сноуборд, чем лыжи. Я сам чуть-чуть раз катался и в колею заезжаем. Техника решает все. Правильная техника, вы не тратите столько сил и энергии на то, чтобы контролировать лыжи, чтобы они вас вперед несли. Но опыт очень интересный. Если бы конечно без стрельбы из винтовки было бы скучно. Но если мне бы еще дали пострелять, я бы еще один круг сделал такой. Чтобы пострелять. Именно сюда, в Ханты-Мансийск, со всего мира приезжали сборные команды, для того, чтобы поучаствовать в чемпионате мира по биатлону. А также здесь проводился финал Кубка мира по биатлону. И сейчас здесь ребята проводят чемпионат России и Кубки России. Я не знаю, есть ли в биатлоне коммерческие соревнования, но чем больше их будет, конечно же, тем лучше, потому что вся молодежь, все спортсмены хотят больше соревноваться, выяснять, кто лучше. Это адреналин, это драйв, и здесь его много. Хочу зафиналить этот обзор и какие-то общие впечатления по поводу моего путешествия вам рассказать, донести, то, что мне откликнулось. Несмотря на то, что городок реально небольшой, какое-то запредельное количество спортивных секций, и вообще, мне кажется, для ребенка самое сложное, кто будет жить здесь, в Ханты-Мансийске, ну и для взрослых тоже, это определиться, каким видом спорта они хотят заниматься. А может быть всеми сразу. То есть, это действительно впечатляет именно развитие спорта в этом регионе. С другой стороны, я смотрю на горнолыжку, подъемник шикарный, денег хватило на него, трассы тратятся хорошо, спортивные школы, горнолыжные, сноубордические, все есть. Классно. А где сноупарк? Ну, то есть, это не вопрос денег, да, это вопрос решения какого-то. Я думаю, что в эту сторону есть какое-то направление, в котором можно развиваться. Это, конечно же, сноупарк. Я думаю, молодежь, подростки, даже взрослые катальщики, которым стало скучно, спускаться по этой трассе, они скажут спасибо. С другой стороны, биатлон, он меня аж прям вдохновил. Прямо такой спорт, почему-то, мне больше, он откликается, как мужской вид спорта. мужики прибегают, достают винтовки, начинают стрелять. И, несмотря на это, девчонок тоже очень много. Какая-то тусовка такая позитивно-спортивная вообще. Прям такой движ, все заряжены. Мне прям это дико понравилось. Что можно сказать про город? Он показался мне очень чистым. Несмотря на то, что сейчас везде белый снежок, много пространства, да, нету какой-то мега-плотной застройки. Город чистый и даже выглядит современно. То есть, каких-то хрущевок, каких-то деревянных полузаброшенных домов я здесь не увидел. Есть рестораны хорошие, есть, как и говорил, спортивные секции. По поводу остальных развлечений ничего сказать не могу. У меня было много развлечений зимних, вот, насчет остальных даже не знаю, есть ли они тут. Поэтому можете написать про них вот здесь в комментарии, а также пишите свои плюсы и минусы. Ребята, кто живет в Ханты-Мансийске, что вам нравится, что вам не нравится, также в комментариях к этому обзору мы обязательно все это прочитаем. Надеюсь, вам все понравилось. Прожимайте лайкусик или дизлайкусик, как вам душе угодно. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем хорошего сезончика. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok